ну что начнем по ходу дела нашу запись посмотрим как что получится погнали добрый день дорогие друзья для кого-то может быть вечер для кого-то утро все зависит от того когда вы смотрите это видео в общем и целом приветствую вас на своем канале сегодня у нас на дворе 5 апреля а что это значит правильно прошел месяц ровно месяц с того дня когда мы начали наш эксперимент и в общем то пора подводить его итоги для тех кто не в курсе я вкратце расскажу в общем то дело было так поступил один комментарий в котором говорилось о том что двухконтурные котлы вот такие вот да как у нас в общем то потребляют очень много электричества мне стало это интересно и я решил это проверить ну естественно показать вам нашел электросчетчик собрал с помощью него некоторые незамысловатый прибор ну и в общем то подключил наш котел через него задача была в том чтобы замерить количество киловатт которые израсходуют котел за месяц также делаем замеры на газовом счетчике и в общем то высчитываем путем нехитрых математических вычислений какой же будет расход электричества на 1 куб метр газа как вам идея норм для тех кому интересно полная версия или вернее даже стать первая часть это видео оставлю ссылку в описании проходите смотрите но мы продолжаем так значит сегодня у нас 5 апреля на день конечно же я просрочил да что называется вот ну думаю что ничего страшного так набежала у нас 39 киловатт получается да или правильно да читаю если вот вот так вот 39 киловатт набежала за месяц до сейчас посмотрим сколько у нас газа набежала и газа набежала у нас короче на счетчике 09080 и тут 62 ну что друзья подводим итоги значит котел вас израсходовал за месяц 39 киловатт электричества и 340 кубометров газа да да весна март месяц но на дворе еще не так жарко как хотелось бы в день начала эксперимента показатели на газовом счетчике у нас были короче восемь тысяч семьсот сорок а на сегодня 9080 следовательно можем сделать вывод о том что котел расходует 0,11 киловатт на один кубометр газа о чем же нам это говорит а говорит нам это о том что зимой когда расход газа достигает 500 кубов в месяц он скушает еще электричество примерно на 55 киловатт кому интересно сколько это умножаете на свой тариф и вуаля а это кстати замечу что дополнительный расход на отопление которые многие совершенно не учитывают ну типа считают что газа ушло вот столько-то и все да действительно большой минус таких котлов в том что они реально расходуют электричество и требуют подключения к электрической сети был у нас случай пару месяцев назад в общем-то зима в самом разгаре и из-за погодных условиях из из-за погодных условий там был какой-то жутчайший снег ветер сумасшедший короче произошло несколько аварий на линиях электропередач и соответственно сверху нас потух было это где-то часов в семь-восемь вечера мы думаем ладно типа ляжем спать пораньше выспимся и все такое в общем проснулся я наверно часа в три-четыре ночи услышал как что-то капает короче говоря капала кстати вот отсюда вот вот отсюда вот это сливная пробка с расширительного бачка ну так вот короче говоря о чем это я электричество кстати до сих пор не было и дома стало прохладнее чем обычно надо сказать первая мысль которую первая мысль которая у меня была это как бы не заморозить отопление или где взять бензогенератор ночью потому что такое отключение вообще первый раз на моей памяти обычно если бывали у нас здесь электрические отключение электричества то они были ну прям вообще кратковременными покопался покопался в интернете нашел телефон диспетчерской службы которая вот компания которая обслуживает наши электросети позвонил туда и мне сообщили что в общем то уже минут через 10-15 собираются включать электричество восстановили линию короче ну естественно и этого момента дождался увидел что котел включился что все заработало хорошо вы уже со спокойно со спокойной душой лег дальше спать но надо сказать малек труханул поэтому решил к следующей зиме думаю стоит все таки приобрести себе вот такой бензогенератор пускай стоит гараже на всякий случай малину мало ли мало ли что вдруг кстати всем у кого вот ну примерно такие приборы или вообще котлы которые которые пользуют электричество которые подключены к сети всем рекомендую тоже приобрести такой генератор мало ли что пускай стоит как бы ну хлеба не бросить ну что друзья как считаете было ли полезным это видео был ли полезен наш с вами эксперимент если да то естественно ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал всем удачи пока а